Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня мы подготовили для вас подарок. Давайте отвлечемся от всевозможных серьезных проблем, потому что у нас в гостях группа «Садко». ПЕСНЯ «Когда тебя я поцелую, расцвели ромашки для моей Наташки, для нее, любимая, букет нарву. Подарю ромашки я своей Наташке, поцелую нежно, крепко обниму. Луна сияла, светили звезды, за речки лодочка плыла. И ты вплетала ромашки в косы, Аночка чудная была. Расцвели ромашки для моей Наташки, для нее, любимая, букет нарву. Подарю ромашки я своей Наташке, поцелую нежно, крепко обниму. ПЕСНЯ Остановились мы у мосточка, Ты улыбалась и в руках букет. Была однажды такая ночка, И был однажды такой рассвет. Расцвели ромашки для моей Наташки, Для нее, любимая, букет нарву. Подарю ромашки я своей Наташке, Поцелую нежно, крепко обниму. Подарю ромашки я своей Наташке, Поцелую нежно, крепко обниму. Группа Садко сегодня в гостях. В программе «Открытый диалог». Даже как-то отвык, я мы все о проблемах, о проблемах. А у вас год юбилейный, да? Конечно. И вы успели отметить этот год до начала всех пандемийных дел. Подфартило. Подфартило. Ну, мы тогда еще не знали, что так что-то вообще серьезное намечается. То есть 8 января, да, день рождения? 8 января у нас день рождения группы. Рождество опять же. Месяц практически. Восьмерка бесконечность. Да, бесконечность. Говорят, хорошая цифра. Красиво, да. Ну, а в феврале мы уже отметили концертом в Москве наш юбилей. И потом началось то, что сейчас всех артистов мучает. Поэтому сразу первый вопрос. Часто успели летом, пока отдушина была какая-то, где-то выступили? И еще продолжается выступление? Да чуть-чуть. Четыре концерта. На даче. У самовара. Нет. То есть, вы в России не успели бы, наверное. А вот? В конце августа были концерты в Московской области, в Удмуртии. В сентябре в Зарайске выступили. И потом уехали в Беларусь. Из девяти, которые мы предполагали, что будут, получилось только четыре. Ну, уже хорошо. По наше время, наше. А как это? Наверное, какие-то особые ощущения, когда музыкантов вдруг на какое-то время его... Мало того, что всех закрыли, музыкантов закрыли. И вдруг вот концерт. Наверное, с тройным оптимизмом все это происходит. Ну, вот когда, вы знаете, гастролируешь на протяжении какого-то периода долгого, и у тебя по 15-20 концертов в месяц, конечно же, уже какое-то свое вырабатывается к этому отношению, динамика и так далее. А после большого перерыва, конечно, с каким-то трепетом выходишь. Абсолютно другие ощущения были. Конечно, соскучились и по зрителям, и по аплодисментам. Артист ведь вообще не может жить без этого. Это да. Поэтому, конечно, дачные посиделки хорошо у самовара, но... И онлайн хорошо. И онлайн. Это живья, но абсолютно точно. Я хочу представить вам участников группы, которая, собственно говоря, уже была не раз участником всевозможных программ, в том числе и здесь у нас. Но сегодня давайте мы... Как будто бы все сначала. Это же интересно, все-таки 10-летний юбилей. Надо пройти какие-то основные этапы вашей жизни. Итак, у нас в гостях... Ну, начнем на... Я не знаю, кто у вас руководителем считается? Вы знаете, у нас как-то такового руководителя нет, каждый занимается своим делом. То есть трио, трио. Тогда будем представлять слева направо. Значит, Александр Бардин, который у нас сегодня еще выступает в роли аккомпаниатора. Да? Как это? Он всю жизнь выступает. Всю жизнь выступает. Вот, я так понимаю, что вы и композитором являетесь в том числе. Правильно? Правильно, понимаете. Правильно, понимаю. Отлично. Александр Лихацкий. Музыка и стихи, как написано в интернете, это правда? Да. Так, это на самом деле есть у всех. Александр Бардин также пишет и музыку, и стихи. Но в основном все песни, музыка. Ага. Основной части нашего репертуара это Александр Бардин. Все, понятно. Я, есть песни, которые, ну, как правило, они в каждой программе есть. Ну, что, там у меня есть еще одна группа, правда, там квартет. Там тоже есть и песни, и музыка. В другой стране была, вернее. И Владимир Макаров, который... Вот вы стихи пишете. Я стихи как раз большая часть. А ну, можете что-нибудь подсказать Александру, напеть что-нибудь музыкальное? В смысле? Ну, как композитор. Ну, как... Так мы так и делаем. Мы так и делаем, подсказываем друг другу. Он что-нибудь сочинит, а потом нет, как композитор прикольно. Вот надо что-то такое вот, да, эдакое. Нет, не так, нет, он просто пишет стихи. Я просто пишу. Нет, у нас было, Александр, если ты помнишь, однажды мы... А давай что-нибудь о Мордовии сочиним. Да. И вот он, значит, берет баян, начинает сразу играть музыку. Да. Соответственно, музыка уже была, пришлось написать стихи на музыку. А. Мы понимали, о чем. Но в большинстве случаев, конечно, сначала пишутся стихи. Ну, как у Розенбаума из фразы «Я должен слышать музыку стихов». Да, то есть стихи, музыкальное стихосложение или стихотворение, а потом музыка. Поэтому не все стихи подходят. Понятно. То, чтобы получилось потом... Ну, это очень удобно, согласитесь. Трио, музыка, слова замечательные. И вам скажет любой человек, а почему самим-то хочется писать? Казалось бы, бери, тем более народные, господи, россыпи. Бери и перепивай все, что есть, да, слева направо справа. Зачем? Да. Почему решили сами? Почему самостоятельно? А вот это правильный вопрос. Хороший вопрос, потому что многие задаются, наши друзья и знакомые особенно, что с нами не так. Да. Вернее, что с ними не так. Почему народников много в нашей стране, а с сольными концертами, как говорит Владимир Макаров, по 15-20 концертов в месяц, ездят далеко не все. Да что уж там говорить, что далеко не все. Мы катаемся по нашим городам, и в принципе, кроме... Если брать вот наш какой-то уровень, мы не видим наших коллег, ребят, которые катаются с сольными концерты. Максимум это какие-то выступления. То есть висят афиши группы Садко, но и те, кто крутится на федеральных вот этих каналах. И ответ простой. В центре вы, а они по бокам. Да, да, да. Ну, как бы так красиво было. Конечно. Скромно. Ну, как поймите. Да. Так вот, ответ у нас короткий и простой. Вся соль в своем репертуаре. Свой репертуар. А кому пришла... Ну, наверняка начиналась именно с репертуара, или началось... Абсолютно точно. Да, я так понимаю, вы... Вначале были народные петли. А они сейчас есть народные. Российская Академия Музыки имени Гнесиных. Это я вам должен сказать для тех, кто не является профессионалом. Это очень такой институт, серьезный, важный. И если человек говорит, Гнесинка, все, это как бы в хорошем смысле слова печать профессионализма. Вот, встречаются три человека, да, все туда поступили из разных, сказать, регионов. Как познакомились-то? Мы на один курс поступили. Так, делать было уже не познакомиться. Сложно не познакомиться. Пришлось. Мы в студенческие годы уже на первом курсе... У меня возникла тогда идея собрать кружок по народному творчеству. Мне, потому что эта тема была интересна, люди приехали из разных регионов, послушать, как у них празднуются праздники. Вот были мы втроем, одна девочка с нашего курса и три девочки по старшему курсу. То есть целый коллектив был? Да, и когда Анастасия Кузнецова, сейчас она является хормейстером Пятницкого хора, позвонила и рассказала о наших посиделках своей маме, а мама говорит, а почему бы вам не петь? Далеко ходить не надо, создайте коллектив и работайте. Ну вот так появился первый цвет. Да, первый цвет. И можно же деньги зарабатывать, наверное, что же немаловажная история. А на народных-то как? Как размышляет человек, который, не занимаясь профессионально этим делом, понимает, господи, 10 песен написал, все самые популярные, и вперед работать и так далее. Но опять же, вот вы говорите, что вроде таких народников много, а знаем-то мы их раз, два, три и обчелся. А эстрадников и то больше. Ну конечно. Я сам учился в ГИТИСе и видел, как работают в музыкальном театре, да, и там огромное количество людей. Да чего еще нам далеко ходить? Насколько всевозможных песенных конкурсов. Масса людей с голосами, все поплакали, порыдали, поаплодировали, потом раз, человек исчез. Вопрос следующий. Как вам удалось завоевать своего зрителя и как это происходило? Это все профессионализм, это удачное ваше переплетение ваших интересов, что вы друг друга услышали. И, ну, в единое целое превратились. Я думаю, что... Или это что-то еще другое? Здесь все в купе. Тут все, конечно. И песни понравились. Я отвечу, потом ребят, конечно, добавят. Мы начали со своих родин, где мы родились. Потому что нас там знают, и мы думали. Но все-таки первый концерт был в Московской области, к которой мы не относились. Это был Зарайск. Так получилось, что мы заехали на огонек и поздравили учителей с их профессиональным праздником. И потом в декабре месяце, это был уже 10-й, наверное, 10-й год. Это первое выступление было? Это был первый сольный концерт в городе Зарайске. А первое выступление группы Садко вообще... Как таковое? Как таковое. Это Алтайский край, на Большой площади. Это город Олейск. Праздник посвящен Дню Семьи, Любви и Верности. Не 8-го, а 10-го там они праздновали. Это был вот первый выход. А самое первое выступление, такие первые пробы на Масленицу в Тимирязевской академии. Заблины. Кстати, да, заблины. И я так понимаю, в названии там тоже у вас много всевозможного ложа. Но понятно, что кто такой Садко, я думаю, по крайней мере, слышали все. Не все, правда, помнят, кто это. Иногда с Усаниным путают. Но в данном случае понятно, что персонаж хороший. Но у вас еще это как-то с Садовым кольцом связано, правильно? Это Александр Бардин. Или это придумано? Это придумано уже. Это придумано уже. Да, ну очень хорошо все-таки. Садовое кольцо, как бы кольцо всегда. Потом же у нас... Огнесинка внутри находится. И вот Садовое. Потом у нас опять же разные кольца есть. А тут и сад, и компания. И конкуренты подкрутить так тоже. У нас сейчас будет небольшая пауза. Но я хочу, чтобы во второй части мы с вами поговорили уже, вот, как воспринимает ваш зритель. Потому что я посмотрел, что у вас есть поклонники, которые очень интересуются вашим творчеством. Вы календарь даже выпустили. Мало того, Владимир у нас еще автором книг является. Да еще в каком-то сложном жанре. В жанре детской литературы, я так понимаю. Вот, и расскажите, какие у вас планы. Поэтому делаем небольшую паузу прямо сейчас. А потом возвращаемся в студию программы «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». Вы отвечаете. У Алтана Джона спросили про одну из знаменитых его писем. Он сказал, я написал ее за 15 минут. Он говорит, просто сидел, что-то кофе пил. Вдруг ко мне все... И стихи ему, и все на свете сразу же пришло. На самом деле так бывает, конечно. Потому что, и когда ты пишешь за... Вот, получается, быстро, она и идет хорошо и дальше. Мне кажется, вот Александр Барвин очень много так музыки написал. Он вышел на крыльцо посмотреть, как звезды светят. Приходит и в этот день они светили удачно. Очень удачно. Хорошо, давайте поговорим о вашем зрителе. Наверняка одно дело подготовить, быть уверенным, что истинные хорошие. И песня хорошая, и музыка, и аранжировка. И вообще вам вы кайф от этого ловите. Главное же, что это зрителю еще передать, чтобы... Вообще-то это, наверное, самое главное. Хотя часто спрашиваю у музыкантов, как они относятся к тому, что любят их песни, не любят. Некоторые отвечают, а мне вообще все равно. Главное, чтобы мне нравилось. Если еще кому-то нравится, то тоже хорошо. Вот у вас как отношение к зрителю, к слушателю? Ну, это тоже важно, кстати. Да. Когда нравится, тогда отдача идет по полной. Ну, то, что мне нравится петь, наверное, тяжело. А то, что нравится, то... Ну, реакция, например, зрителей, что мы слышим, это вот с первой песни вы нас взяли, вот как вышли, зажгли, и все. И мы смотрим на вас. И драйв. И хлопаем, и иногда не замечаем своих эмоций. А иногда, например, так говорят, что мы даже ловим себя на мысли, что меня вот так качает. Часто ревут люди. Прям плачут. И мы, причем, хоть они и далеко, и в темноте сидят, видно. Потом слезы вытирают, уже веселые песни пошли. А вам от этого хорошо, потому что вы чувствуете, что попали, заделались. А мы сами иногда держимся. Мы же проживаем. Ой, у нас была песня, просто без слез ее невозможно было петь. А если еще иногда случались какие-то моменты трагические, нужно было это озвучить, озвучивал я обычно перед этой песней, у меня все тряслось просто внутри, переворачивалось. Песня «Улетай» называется. У нас на, как это называется, сзади шли фотографии. Слайд-шоу. Слайд-шоу, да. Людей, наших родственников, близких, которых не стало в этой жизни. Ну, соответственно, конечно же, она вызывает эмоции. Люди начинают вспоминать своих каких-то близких, которых уже нет в этой жизни. Ну, то есть, конечно, тяжело в этом плане. А когда еще весь зал встает. И потом, да, некоторые залы вставали прям полностью. Зал встает. Ну, это называется энергетика. То есть, вы умеете управлять сами, может быть, того не знаю, энергетикой зала, потому что если энергетики нет, ничего не получится. Абсолютно точно, да. То есть, нам можно это куда-нибудь там энергетически. Ну, а такое писали. Вы же отдаете, и вы же получаете. И тут очень важно, почему, опять же, зритель, почему он всегда чувствует, во-первых, то, что вы делаете свое, да, а не перепеваете, да, чего-то чужого. А во-вторых, что вы это делаете с интересом, что вам это нравится. Не просто, знаете, там вышли... У нас есть такие исполнители народных песен, красивых кафтанах, вот, которых мы почему-то не слышим, а только узнаем какие-то потаенные части их жизни. Поэтому вот за это, наверное... Мы не из этих артистов. То есть, вы действующий, вы постоянно... А вот этот зритель сегодня, какая у него потребность, в каких песнях? Как на дискотеке, три быстрых, одна медленно? Душевных. Душевных. И со смыслом. Потому что это часто отмечают, что... Душевности не хватает сейчас, к сожалению. То есть, хочется какого-то... Со смыслом. Хочется какого-то жизненного наполнения. Ну, и как и чувствуют, и мы так относимся, потому что мы народники, нужно переживать песню. Если там заложен смысл, ты, когда ее поешь, ты, конечно, вкладываешься, вдумываешься в каждое слово и исполняешь. Если идет эта отдача, человек получает. Я хочу просто сказать для наших телезрителей, а они, может, пугают их слово народники. Народники – это люди, которые занимаются народной музыкой, да? Или как это правильно сейчас называется, факультет, или как отделение... Дирижер народного хора называется. Дирижер народного хора. Вы, кстати же, по образованию тоже... Дирижеры. Дирижеры, то есть вы можете и хор нам здесь устроить, если надо... Причем каждый по 15 минут может подирижировать хором. Я еще хотел поговорить о музыкальном образовании. Ведь вот у нас есть сегодня масса всевозможных направлений в эстрадной музыке, любой. Да, мы видим, что очень хорошо заходит музыка западная к нам сюда, заходят всевозможные направления, течение, и вполне себе мы в некоторых направлениях неплохо подхватываем эту историю. То есть некий, ну, как вы сказали бы сейчас, патриоты, чужую музыку. А вот как у нас с народной музыкой? Ведь нельзя сказать, что у вас много конкурентов сегодня. Нельзя сказать, что прям там каждый день огромное количество народных ансамблей, которые поют свои песни вот в этом фольклорном жанре. Почему он не пользуется? Значит, не умеет, что ли, у нас делать такую музыку? Да нет, пользуется. На самом деле, последние годы появились артисты очень яркие. Причем, вот, Александр, он все молчит-то, я за ним говорю. Да, да. Но он держит просто инструмент. Мне очень сложно, мне даже приятно. Потому что обращаются к нему насчет аранжировок, особенно в последнее время, последний год-два, да. Заказывают именно. Да на протяжении 10 лет к нему обращаются просто, у него сейчас время. Есть такая необходимость, есть такой вот заказ, что ли, у людей. Ну, люди стали писать, да. Конечно, но вот в регионах это, мне кажется, больше. Больше. А почему нам так кажется? А потому что нет пропаганды народной песни на телевидении, на радио, к сожалению. Поэтому и кажется, что народная песня, она исчезла, ее нет, и артистов мало. Да, и артистов достаточно в России. Просто их не показывают. Да, мы не видим по телевидению. Но часто уже говорили именно заказчики, да, куда мы приезжаем, говорят, как вы нас нашли. Нас так по телевидению мало показывали, особенно, сейчас, может быть, побольше, но не на центральных каналах. Так они говорят, мы в интернет заходим. И многие так именно... Альтернативы телевидения. То есть площадка, интернет-площадка, и вы там живете. Конечно. А у вас там уже ощущаете себя хорошо? Нет. Нет? Нет, интернет у нас, на самом деле, вот сейчас, во время вот этой всей МПД. Жизнь заставила. Да, мы как-то больше стали туда обращать, возобновлять вот эти свои YouTube, всякие там вот эти каналы, потому что, ну, у нас не было времени этим заниматься. Ну, а теперь, я так понимаю, жизнь заставила. И, насколько я понимаю, это же тоже своеобразное, ну, я не хочу слово реклама и слово пропаганда, затасканные словами, но это все равно некое такое показание, показатель того, что вы есть, что вы существуете. Конечно, потому что люди быстро забывают. Чтоб не забыли. Вы же делаете современную народную музыку, я бы так это назвал, да, то есть это делается вами сегодня, вы молодые люди, у вас как бы еще все впереди, вот в творческом плане. И потом не забывайте, что это могут увидеть люди далеко за пределами Родины. Конечно. Вот, я думаю, что мы с вами еще в одной из программ поговорим вообще о фольклорной музыке как таковой, потому что она же выражает тут ту самую душу. А на телевидении не показывают почему. Не формат. А почему не формат? Ну, это уже к телевизионщикам нужно вопрос задать. На самом деле, я думаю, это другая история. Мы не формат, у нас это особенность группы Садков, в принципе, с самого начала, с 2010 года, мы изначально не формат. Мы по этому поводу какое-то время грустили, а потом в какой-то момент поняли, что это же хорошо. То есть мы едем на какой-то фестиваль, мы не формат, мы едем на какую-то съемку, это не то. Отдаем песни на радиостанции, нам это неинтересно, потому что это непонятно ни туда, ни сюда. И получается, понимаете, мы вот застряли где-то посередине, мы, получается, и непопулярные, не попса, да, и народники, вот, если уж говорить о фольклорной. Вы эксклюзив, я же сказал, вы эксклюзив. Ну, что-то посередине, да. Это отдельный будет такой занок, наверное. Да, эксклюзив шоу. Поэтому мы нишу такую, в принципе, нашли очень даже хорошую. И, судя по тому, насколько часто мы не формат, у нас конкурентов практически-то и нет. Ну, я думаю, что будем завершать. Единственное, что я хочу сказать, что у Владимира Макарова, вот у нас здесь есть две книги, он поспевает еще книги, причем детские книги писать. Детские, детские, да. Терентий Авдочко – это сказка, а «Любопытный лягушонок» – это стихи. То есть их семь, сейчас восьмая готовится к выходу, тоже сказка. Ну, написано уже большое количество. На детях проверено, уже люди откликаются. Очень проверено. Очень проверено. И фотографий, и отзывов очень много. И в детских садиках читают, и на ночь детям. И очень нравятся, конечно, картинки, что немаловажно. Картинки мне все рисует пензенский художник Рашид Янов. Мы с ним нашли друг друга, и вот уже на протяжении 10 лет работаем вместе. Ну, сейчас мы будем завершать нашу программу. Я хочу сказать только одно. Фактически мы сейчас видим перед собой представителей нового жанра, которые вроде бы работают в фольклорном стиле, в народной музыке, но при этом они пишут свою музыку, свои стихи. И, может быть, это основание чего-то такого нового в нашей музыкальной жизни. Я благодарю вас за то, что вы нашли время к нам прийти между теми короткими выступлениями, которые жизнь предоставила, и работой на интернет-платформе. И хочу, чтобы в завершении прозвучала песня. Что это будет за песня, которой мы завершим наш эфир сегодня? Что будет наша песня, написанная... Это одна из тех песен, которая авторская, но уже сейчас, понятно. Она вот только недавно родилась. Она написана именно в это время. Есть песня, свеженькая. Самая изоляция. Просто понятно, что эта песня будет народной. Народной. Спасибо большое. У нас в студии группа «Садко». Я, Николай Пивненко. Прощаюсь с вами. И вместе слушаем песню. Я за деревню побегу, А на полях кругом цветы Венок на голову сплету Ой, пропадаю без любви Не отпущу тебя домой На зорьки росы холодны И буду я всегда с тобой, Ах, как же ночи коротки И буду я всегда с тобой, Ах, как же ночи коротки Ночь одурманила меня Тругом костры и огоньки И повстречал тогда тебя Я лунной ночью у реки Не отпущу тебя домой На зорьки росы холодны И буду я всегда с тобой, Ах, как же ночи коротки И буду я всегда с тобой, Ах, как же ночи коротки С тобой гармошку я возьму, Все песни только о любви Тебя я крепко обниму И зацелую до зари Не отпущу тебя домой На зорьки росы холодны И буду я всегда с тобой, Ах, как же ночи коротки И буду я всегда с тобой, Ах, как же ночи коротки Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова